При помощи газоанализатора специалист проверяет места соединения труб на герметичность. Если есть утечка газа, прибор даст характерный сигнал. Его не последовало, далее проверка вентиляции. Делается это вот таким нехитрым способом. Задача слесаря убедиться, что всё оборудование работает исправно. Мы в год должны один раз быть у абонента, проверить все соединения на герметичность, работу приборов. Главное, чтобы у нас не было утечки, работала вентиляция. В основном вот эта вот наша задача, чтобы оборудование всё было исправно. Автоматика безопасности должна быть безупречна. Во многих сельских квартирах стоят вот такие газовые котлы отопления. В селе Шингальчи этим удобным источником тепла пользуется практически каждый. Так как речь идёт о газе, нельзя забывать про его взрывоопасность. Специалисты Нижнекамсгаза проверкой самих котлов не занимаются, однако это делают сервисные организации. Слесаря службы сельских мест обязательно во время проведения технического обслуживания проверяют наличие договора на сервисное обслуживание импортных котлов, которые на стенах и населённых пунктах у нас, которые имеются, они обслуживаются сервисными организациями. Техническое обслуживание проводят и в городских квартирах. Здесь нет индивидуального газового отопления, потому проверяют в основном плиты. Горожане зачастую игнорируют сообщения о проверке и попросту не открывают дверь, не задумываясь о последствиях. До конца ноября по всей России должны завершить проверку работы газовых служб, а газовики обязаны разъяснить населению правила пользования газовым оборудованием в зимний период. Такое распоряжение дали в МЧС, а его причиной стали участившиеся случаи взрыва газа в жилых домах. Так, в Иваново погибли 6 человек, в Рязани – трое. Специалисты говорят, чтобы не допустить таких печальных последствий, необходимо регулярно проверять газовое оборудование, правильно его использовать и своевременно сообщать об утечке газа. Вадим Струминский, Ренат Харасов, Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.